Рождественский фестиваль современной христианской музыки «Вифлеемская звезда-2016» вновь распахнулся во двери для москвичей и гостей столицы. Уже с 19 лет к ряду чудесный праздник Рождества Христова собирает друзей на музыкальную программу «Вифлеемская звезда», в которой непременно отражается весь восторг и ликование верующих людей по случаю рождения в этот мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Одно из самых ярких музыкальных событий года состоялось в прекрасном здании Московской церкви «Благая весть». Уже на протяжении нескольких лет мы имеем возможность предоставлять наше здание для проведения фестиваля. Я чувствую, что фестиваль важен для христиан Москвы, потому что это объединяющий момент для всех людей, которые любят христианскую музыку, хотят провести время с друзьями в христианской атмосфере. Во что я верю и о чем я молюсь, и мы, как церковь Росковье, будем прилагать к этому усилия, чтобы этот фестиваль, он вышел за стены наших церквей. Конечно, хорошо и приятно здесь, в этом прекрасном здании церкви «Благая весть», но я уверен, что он должен выйти на улицы, он должен выйти в стадионы к миллионам и миллионам наших сограждан, людей, в жизни которых должна воссиять «Вифлеемская звезда», «Звезда Спасителя Христа». Очень важно, чтобы весть Евангелия, весть о Христе прозвучала из уст христианских музыкантов. Рождество – это отличная возможность напомнить людям о Христе, о его рождении, о том, для чего он пришел в этот мир. И каждая песня фестиваля была посвящена Господу. В этом заключается основное отличие от традиционных рождественских вечеров, на которых звучат просто популярные песни, а имя Христа уходит на второй план. В фестивале приняли участие плеяды замечательных христианских исполнителей и музыкантов. Александр Патлис, Буша Гома, Ерасим Алексеев, группы «Регион 40» и «Размер неба», а также многие другие. Так как я однажды дал слово Богу, что я буду прославлять его имя, для меня это большая честь и привилегия выступать на сегодняшний день на таких мероприятиях, как «Вифлеемская звезда», потому что я со сцены, своими песнями могу вдохновлять людей на то, чтобы они познакомились с Иисусом, чтобы у них вообще возникла в сердце такая идея познать Бога и быть с Ним ближе. Потому что каждый здесь что-то получает и добавляет друг к другу, каждый свое. Я, допустим, какими-то своими песнями, кто-то другой такими песнями, кто-то бардовскими, акустическими такими скромными песнями, понимаете? Но каждый из этих маленьких шестереночек такие часы рождественские начинают крутиться дальше. Для меня честь быть частью, какой-то маленькой частью того, что они делают здесь в Москве. Я верю в то, что, знаете, когда апостолы приходили в какой-нибудь город, в деяниях написано, что вот эти всесветные возмутители пришли в наш город, город приходил в движение. Сегодня не так много событий в христианской среде, которые приводят город в движение. И так хочется, чтобы фестиваль «Вифлеемская звезда» приводил Москву и Россию в движение. Вот этого я желаю. Главная задача фестиваля была с успехом достигнута. На праздновании Дня рождения Иисуса Христа собралось больше тысячи его друзей и в зале, и на сцене. Каждый смог погрузиться в незабываемую атмосферу великого праздника Рождества. И сейчас я очень рад, что получился еще один очень хороший День рождения Иисуса Христа. Людям очень понравились хорошие отзывы. Ко мне очень многие люди подходили с благодарностями. И, знаете, это придает силы, когда ты внутри себя, в сердце ощущаешь, что ты вот тот самый ничего не значащий, но верный раб и служишь Богу. И я верю, что он даст еще кредит доверия, чтобы дальше ему служить и делать еще, может быть, более значимые и более грандиозные дела во славу его. Информационное бюро «Спектр Спейцена» для «Протестант ТВ» Москва.